Всем привет, с вами Прие. Пришло время проверить удачу вновь и начну сегодня с ДК. Собственно, убив Аргуса в нормале, Амантул мною не был получен, но хотя бы треньки отапнул на 5 эквипов. Там агрспек растет и это весьма радует. Ставим лут льда и вскрываем сундучок. 960 пояс, который идет на продажу. Чудно. Статы хорошие, ничего против не скажу, но он малого эквипа. Мне ни к чему. Модификатор текущей недели кровавый некротически укрепленный. Не вулканик, который мы ждали, но в принципе и некротический модификатор весьма легок к своим исполнениям. Самое главное, слишком долго не затягивать бои танку и кайтить мобов, если это возможно. Используя станы, дезориентации, прочие различные элементы контроля в мобов. Ну и конечно же есть боссы, которых весьма неприятно кайтить, но так как модификатор укрепленный, долго они будут жить лишь только на высоких ключах. Лут. Защита. Поехали. Что? Мало того, что я пролутал их 35-е с аргунита, я лутаю их 60-е спустя 2 месяца. Или 3. Боль. Ха-ха! Бля, так чокнуться можно с таким лутом, конечно. Почему? И наоборот. Ну ладно. Ноги. 970-е. Отлично. Ну а что, разница в 35-е крип. Почему бы и нет? Для танка многие, кстати, полезны. Самое главное в своем, так сказать, объеме. Да и все. Да уж. Просто ледопасть Навара. Здравствуйте. Я ледопасть, я пришла. Вы меня не ждали, точнее ждали, но давно, а я пришла только сейчас. Когда уже за Вару серьезно не играю, ну где-то, да можно сказать, почти год. Что это, серьезная игра, как будто Наваре идет, да ну. Друид Страж, поехали. Шапочка, 70-е. У меня 60-е. Такие же слоты, только другой приоритет. Почему бы и нет? Старую можно распылить. Ой, еще и можно уровень артефакта прокачать. Вот это да. Это чудненько. Где тут этот росток? Вот он, нашел его. Ну и за эту недельку мне упала легендарка для приста, которую мы сейчас вскроем. Посмотрим, что может упасть и что в итоге упадет на моего жреца. По-моему, там есть Сефус. Или Придас. Что-то из этого точно есть. Конечно. Скрывая две легендарки, что-то одно из этого точно пролутаете. А может даже и Сефус, и Придас. Как я для монаха своего пролутал за двух скрытых легендарочек. То есть, эти легендарочки, они падают тем персонажем, на которых есть все легендарки на всеспеке. Либо, когда этими персонажами вы покупаете легендарный предмет за тысячу сущностей, скрывая его, вы получаете легендарный предмет для рандомного класса. Ну и уже выслов можно. Скрывать эти предметы со 101-го. Ну что, предмет на жреца. Велен. Это сильно на самом деле. Я заменю призму. Сделаю вот так. Да, ну я талисман лучше заменю. Вот и идеально. Статы прибавились. Притом очень сильно. И мейн статы, и вторичные статы. И в использовании легендарный предмет весьма приятен. Легендарный тринкет. Ну, вот как-то так эта неделя, да. В планах крыть высокие ключи. Уделяется того много времени на стримах делать различные видосики по миф-плюсам. Именно вырезку в виде прохождений их 23-х и выше ключей. Ну и все. Как-то так. А, ну и... Мыть, заходя на вара, о том, что у него есть ледопасть, а у ДК нету ледопасти высокой. Вот так вот. До скорого. Берегите ноги, не болейте.